Здравствуйте! На 12-м канале новости в студии Екатерина Шипилова и в начале выпуска коротко о главных темах. Высотный циклон держит в Омской области непогоду. Синоптики назвали причину столь резкого прихода холодной осени. Сколько еще продолжатся заморозки? Казахстан и Белоруссия останутся без омской птицы. В соседних государствах введен строгий запрет на нашу продукцию. Всему виной опасный гриб. Первыми карантинную от Чайковского услышат омичи. Он написал вот этим летом, назвал ее карантинной. Омская филармония готовит мировую премьеру, вдохновленную ковидом. И вырвался в лидеры чемпионата. Авангард разгромил хабаровских тигров. Заморозки в Омской области сохранятся вплоть до конца рабочей недели. Температура на приземном слое почвы будет опускаться до минус пяти. Такая губительна для неубранного урожая. Поэтому дачникам в очередной раз советуют укрыть помидоры, баклажаны и перцы. Причину аномального похолодания сегодня объяснили синоптики. Регион оказался во власти высотного циклона, из-за чего столбики термометров резко опустились вниз. Сейчас в Омске всего плюс 13, что практически на 5 градусов ниже нормы. Впрочем, уже с завтрашнего дня температура начнет повышаться. К пятнице потеплеет до плюс 20, однако вероятность заморозков сохранится. Казахстан и Белоруссия запретили импорт томской птицы. В соседние государства нельзя ввозить мясо, яйцо, а также корма. Ограничения ввели из-за вспышки птичьего гриппа на территории нашего региона. Напомню, опасную инфекцию зафиксировали в 13 районах области. Пострадали около трех десятков подсобных хозяйств и иртышская птицефабрика. Производство последней временно парализовано. Все поголовье, это почти полтора миллиона кур, подлежит уничтожению. На восстановление производства потребуется около полугода. Впрочем, дефицит яйца или мяса птицы Омску не грозит, как и резкое подорожание. На внутренний рынок свою продукцию направят Любинская и Азовская птицефабрики. Увеличат также поставки из Алтая, Кузбасса и Новосибирской области. Вопросы взаимодействия правительства Омской области и Нацгвардии обсудили сегодня на встрече губернатор Александр Бурков и командующий Сибирским округом войск Нацгвардии Николай Марков. В Омске он находится с рабочим визитом. На должность генерал-лейтенант был назначен в июле 2020 года. До этого командовал в этом же округе полками и дивизией. Сейчас в зоне ответственности войск Росгвардии, охрана важных гособъектов и спецгрузов. На подразделения возложены задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Хотел бы вам выразить слова благодарности за совместную работу, за поддержку, за помощь. Территориальное управление Омской области Росгвардии является одним из передовых, не побоюсь этих слов. Ну и благодаря тому, что и взаимодействие с силовыми структурами работы всего коллектива. Большое спасибо. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству. То, что касается взаимодействия федеральной структуры Нацгвардии и областного правительства, законодательного собрания. У Владимира Алексеевича у нас председатель. Здесь проблем нет. Всегда в контакте, всегда в диалоге. Какие-то оперативные мероприятия всегда решаем сообща. И сегодня Николай Марков вручил награды бойцам Росгвардии. Благодарности за отличную службу, а также медали за доблесть и заслуги перед Отечеством получили семеро сотрудников. Служащие подразделения выполняют свою работу не только на территории Омска, но и в других регионах России. Выполняя отдельные служебные задачи, проявляет смелость, героизм, отвагу. Соответственно, они заслуживают большего. Мы нужны нашему народу, нашим гражданам, чтобы мы выполняем добросовестно служебные задачи. На премьеру «Только в маске», как соблюдают масочный режим в омских кинотеатрах, проверяют специалисты Министерства региональной безопасности. Помимо обязательного наличия средств защиты у посетителей, как и у сотрудников, измеряют температуру. Следят и за их рассадкой в залах семьи единственные, кто может купить билеты на соседние места. Остальных зрителей по требованию Роспотребнадзора рассаживают в шахматном порядке с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, изменился режим работы центров. Перерывы между сеансами стали длиннее – полчаса вместо 10-15 минут. За это время работники успевают провести санитарную уборку с антисептиками и проветрить кинозал. В ходе проверок требования соблюдаются. Нарушений выявлены не были. Цель проверки была разъяснительная работа с администрацией. Работа будет продолжаться в этом направлении. Будем все кинотеатры проверять. Напомню, масочный режим в регионе действует до 29 сентября. За несоблюдение норм грозят штрафы. От 1 до 30 тысяч рублей придется заплатить гражданам до 300 тысяч предпринимателям. Начиная с апреля сотрудники контролирующих ведомств составили почти 500 таких протоколов. За отсутствие маски штрафы выписали 148 амичам. Между тем, областной Минздрав сообщает о 56 новых случаев коронавируса в регионе. Теперь в списке заболевших 9 670 человек. Выздоровели за сутки 82 пациента. Всего же справиться с вирусом с начала пандемии смогли 7 747 амичей. Пополнилась печальная статистика. В списке жертв еще 4 человека. Ну а в целом по стране сегодня 5099 новых случаев ковид-19 излечились от инфекции за весь период свыше 850 тысяч россиян. Шеф-редактор 12 канала Антон Парахин стал победителем межрегионального конкурса «Сибирь-Про». Первое место нашему коллеге присудили в номинации журналист электронного СМИ. Жюри высоко оценило его фильм «Вызов принят. Красная зона». На конкурс было представлено почти тысяча работ. Это максимум за всю 15-летнюю историю конкурса. Картина Антона Парахина рассказывает о колоссальном труде врачей в период пандемии и обо всех опасностях, которые принес с собой новый вирус. Собрали в ленте и истории тех, кто победил болезнь. Тяжелым опытом поделились реальные пациенты ковидных госпиталей. Те, кто еще не посмотрел фильм, найти его по-прежнему могут в соцсетях 12 канала. Ну а награды лучшим журналистам вручат в Новосибирске в конце сентября на торжественной церемонии. При участии полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняева. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят к итоговому выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19.30. Дадут возможность разбогатеть. Государство увеличивает суммы социальных контрактов. Теперь людям на покупку домашнего скота или открытие своего дела выдадут не 50 тысяч рублей, как раньше, а 250. Так семья Майснер на полученные деньги купила корову. У супругов пятеро детей. И красная степная была жизненно необходима, чтобы молока, творога и сметаны хватало на всех. Заботы изменились, хозяйство. Начали приобретать поросят, приобрели еще одного теленочка. Сегодня у Майснеров уже большое подсобное хозяйство с курами, овцами, кроликами. Излишки продукции даже продают. Удалось поправить положение и парикмахеру из Красноярки. Социальный контракт позволил Светлане Исламовой расширить бизнес. Купить новое помещение, на что еще дадут безвозмездную субсидию и когда начнут платить больше. Денис Жарков расскажет все подробно. Усы, лапы и чип домашним животным выдадут паспорта. Личный документ получат собаки, кошки, а еще северные олени, коровы, свиньи и курицы. Маркировка может начаться уже в 2021 году. Новый закон готовы представить в Госдуму. И если примут, с января всем зверям пропишут специальный чип, повесят бирку или кольцо. После процесса стерилизации животного во время наркоза, во время наркоза губривается ушная раковина, на которую мы будем делать отверстие. Ну, соответственно, у нас машинка специальная есть. Закон пытаются принять уже не впервые, однако каждый раз депутаты находят недостатки. Продумано ли все теперь и как можно причипировать пчел и рыб? Никита Гайдаш расскажет, на кого уже повешены бирки. Они могут прошагать несколько дней подряд. Все для того, чтобы отлично поохотиться на рыбу. В Омске набирают популярность ловля на гарпун. Это 70-миллиметровое пневматическое ружье. Стреляет с помощью сжатого воздуха. Места при таком промысле должны быть особенные. Рыбаки ищут наводки по гугл-картам, да и курок взводят не на каждого окуня или карася. Денис Ионос выведал главные секреты подводных охотников и уже подумывает сменить свою классическую удочку на пневморужье. Поездами, машинами, ногами, полями и лесами. Путь до места охоты порой занимает несколько дней. Главное знать, куда ехать. Рыбных мест любители подводной ловли не выдают. И не столько из-за жадности, сколько из соображений безопасности. Чем больше подводных охотников на одном водоеме, тем больше риск пострадать от гарпуна. Это озеро на левом берегу Николай заметил на гугл-картах. Ориентируется по цвету картинки. Чем темнее озеро на карте, тем прозрачнее вода в реальности. Сибирские водоемы славятся щукой, а вот крупного окуня найти трудно. Мелкого Николай не стреляет, неинтересно. Трофеями считается этот же Сазан. Во-первых, он очень пугливый. Его надо не просто так взять, к нему подойти. Он, как правило, сам выходит на охотника, потому что он любознательный. Соответственно, ему интересно посмотреть, кто его беспокоит, кто в его угодьях плавает. Ну и плюс рыба бронированная, она реально бронированная. У него чешуя в три-четыре слоя. Ее пробить довольно сложно. Соответственно, у меня были случаи, когда Сазан успевал развернуться боком, и стрела гарпуна просто рикошетила от тела. И он так поворачивался на меня, смотрел и уплывал. И все живот такого Сазана Николай добыл в Тюменской области. Рыба стояла в глухом завале камыша. Темного представителя семейства Карповых выдало движение светлого рта. Добычу выслеживают часами, а то и днями. Поэтому и долгий процесс подготовки к заплыву только добавляет азарта. Костюм Николай смазывает водой и детским шампунем. Так легче его натянуть, да и раздражения на коже не будет. А вот и само орудие. Это 70-миллиметровое среднерукое пневматическое ружье. Стреляет с помощью сжатого воздуха. Хороший середнячок, даёт оценку Николай. В тёплое время года плавать можно по несколько часов. Дышит охотник через трубку, а когда нырять, задерживает дыхание. Подводная охота с кислородным баллоном во многих странах, в том числе и в России, запрещена. Это расценивается как браконьерство. Есть и норма вылова 5 килограммов на человека. Вода уже остыла, в принципе, стала подмерзать. Ну, уже лицо немного подмерзает, но ещё можно нырять. Ну, купаться не советую, в принципе, уже. Слушайте, а как зубы? Ну, я вот смотрю, маска же не защищает их. Ну, сейчас ещё вода тёплая, как бы так. Когда вода холодная, да, зубы страдают. То есть эмаль зубов, она как бы, ну, болит потом очень сильно. То есть когда вот открываем сезон в мае где-то, либо закрываем в октябре, то есть зубы, губы очень страдают. То есть потом коросты не покрывают всё это. То есть, ну, фанаты своего дела, их ничего не останавливает. Частенько с собой на охоту Николай берёт и семью. Жена тоже ловко управляется с гарпуном. А вот шестилетний сын уже просит костюм и ружьё. За время съёмки ни одной рыбёхи добыть не удалось. Но это не последняя охота в этом году. Финал сезона, если будет тепло, в октябре. А впереди классическая зимняя рыбалка. Денис Ионос, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Постпандемийный сезон Омская филармония откроет мировой премьерой. Симфонический оркестр порадует меломанов новой работой современного российского композитора Александра Чайковского. Музыканты уже приступили к репетициям. Симфония номер семь, карантинная. Своим рождением обязана пандемии COVID-19. Состоит произведение из двух частей. Первая бурная и динамичная. Расскажет о появлении вируса. Вторая спокойная и мелодичная. О выздоровлении и счастливом итоге. Омичи станут первыми на планете, кто услышит новинку. Он написал вот этим летом и назвал ее карантинной. И тут же, как он сам говорит, симфония меня наказала. Он слег с COVID-19 в больницу. Вот больше месяца он болел. Он сейчас выздоровел. Слава Богу. В концерте «Открытие» меломаны услышат также произведения классиков со сцены. Прозвучат увертюра Бетховена и концерт для скрипки с оркестром Моцарта. Откроется и органный зал. За инструмент сядет молодой музыкант Кирилл Янковский. Начало нового сезона ждали все, без исключения артисты. Без зрителей музыканты творили дома на протяжении пяти месяцев. Снимали ролики для соцсетей. Делились и архивными записями, и теперь со свежими силами готовы удивлять зрителей. Исключительное воодушевление. Снова приступить к работе. Такая радость уже. В стенах родной филармонии заниматься не дома. Наконец-то. И с коллегами. Музыку все вместе. Потому что музыкант без своей работы, без музыки, как рыба без воды. Наконец-то в аквариум бросили. В целях безопасности всех гостей филармонии рассаживать станут в шахматном порядке. А чтобы как можно больше омичей смогли услышать произведения, концерты станут повторять дважды в день в 17 и в 20 часов. Буйство красок сибирских пейзажев, портреты известных омичей и цитаты из их произведений. В Омске заканчивается фестиваль граффити, посвященный Дню города. Праздничными открытками во всех пяти округах стали фасады зданий и стены трансформаторных подстанций. Сегодня художники завершают работу на дворцах культуры станции «Входная» и поселка «Береговой». Последние расписывают в исконно русском стиле. Чем удивят жителей нефтяников и с какими сложностями столкнулись граффитисты. Репортаж Никиты Смирнова. Последние штрихи и на стене появляется основа для будущего пшеничного поля. Теперь перед художниками самая сложная задача – прорисовать каждый колосок. На огромном изображении 10 на 30 метров деревенский пейзаж в буйстве красок сибирской солнечной осени. Сейчас граффитисты готовят фон для третьего фрагмента картины. По эскизу здесь расположится голубое небо, вырастут деревья и будут пролетать птицы. Все работы они планируют закончить к завтрашнему дню. Работают над домскими фасадами художники Сургута. Выиграли тендер. Опытных мастеров не смутил и материал холста. Здание Центра культуры облицовано плиткой. Северяне знают, как справиться с такими текстурами. Когда мы рисуем по вот таким вот кирпичам, где у нас промежутки есть, очень много съедается краски. Прежде чем начинать рисовать, мы однозначно начинаем с того, что приезжаем на объект и грунтуем его. То есть просто сутки оставляем, чтобы все это высохло, потому что, чтобы через год, через два это все не облетело. Поэтому главное всегда, чтобы основа была хорошая. Взглянуть на готовую картину ходят и местные жители. По праздникам в Центре культуры Береговой собирается весь поселок. Ну а в будни заниматься танцами, пением и рисованием сюда приходят дети. Варианты эскизов амичи выбирали вместе с администрацией Дворца культуры. После долгих споров остановились на традиционной сельской тематике. Мы все знаем, что мода, она меняется, а красота русской природы, она остается неизменной. Ее любят все от мала до велика, и дети, и взрослые. Ну и наше учреждение преобразится и будет местом силы, так сказать, притягивать еще больше населения. За время фестиваля на улицах Омска появились пять новых граффити. Открытка на трансформаторной будке со строчками стихотворения Тимофея Белозерова украсила улицу 12 декабря. Поздравления от Роберта Рождественского и Таежной Цветы нарисовали на подстанции Пафрунзе. Сейчас работы завершаются и на стене бассейна «Юность» на Богдана Хмельницкого. Здесь появится изображение, посвященное новому почетному званию Омска – город трудовой доблести. А уже сегодня вечером преобразится и декана станции входной. Никита Смирнов, Сергей Гаев, 12 канал. Ну а теперь о спорте. Омский авангард разгромил хабаровских тигров со счетом 8-2. Первую шайбу в матче уже на 11-й минуте забросил новичок. Ястребов – Рид Бушем. Под занавес стартового отрезка хабаровчане успели реализовать большинство, но на этом соперничество в матче фактически прекратилось. Не прошло и минуты. С начала второго периода, как Павел Дедунов вывел Ястребов вперед, после толчинские каски оформили первые шайбы за новую команду. А неугомонный Шумаков еще и повторил мичиганский гол. Тигры попытались отыграться, однако в третьем периоде их еще дважды огорчили Иржи Секач и Вилли Пока. Итог 8-2 в пользу авангарда. После беспроигрышной домашней серии мячи занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе Ястребов – 6 очков. Следующую игру авангард проведет на выезде 11 сентября в Магнитогорске с местным металлургом. 12 канал все покажет в прямом эфире. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этом пока все. Следующий выпуск новостей смотрите в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин